Ну, я отвечу психологически, то есть, ну, во-первых, я не могу сказать, но, наверное, большинство общественных компаний, они жители не проигрываются, к сожалению, вот, это данность, вот, и вопрос не в том, как бы, почему мы проиграли, я, кстати, говорю, что все, как бы, проиграют одинаково, но зачастую это действительно люди используют все-все-все возможные, как бы, способы, которые я писал, в той или иной степени эффективно, вот, но, как бы, все равно проигрывают, вот, и тут не надо думать, что вот мы что-то не так сделали, потому что есть какие-то объективные причины, то есть, ну, что действительно ваши оппоненты могли быть сильнее и профессиональнее, вот, и просто не стоит на этом зацикливаться, а может думать, как вот это, в кавычках, поражение во что-то трансформировать, что может быть позитивным, то есть, например, да, мы сейчас проиграли, но зато мы теперь, как бы, все вместе собрались, и вот у нас там будут свои муниципальные депутаты, которые уже в следующий раз этого не позволят, например, вот, ну, и, конечно, использовать все каналы и понимать, что, там, соцсети это хорошо, но на акции из соцсетей приходят, ну, не знаю, вот у нас, например, 30-10 процентов, может быть, ну, я не могу, как бы, точно говорить, ну, 50, но точно, я думаю, что не больше 50 процентов, то есть, остальные люди, это те, кто увидели листовки, например, вот, и это надо именно вести работу по всем направлениям, вот. Ну, да, но это как раз, это не от нас уже зависит, а именно от сообщества, где люди общаются между собой, кстати, все эти протестные группы, да, они формируют какие-то связи на местах, что тоже очень важно, потому что я вижу, например, по соцсетям это видно, что туда приходят люди, которые, у которых очень мало друзей в этой группе, и, например, у меня тоже в своем районе было не очень много знакомых, в основном как-то знакомые по интересам, а не по, а не территориально, а надо и так, и так. Спасибо. У меня еще такой вопрос, который у меня положил. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот те люди, которые на районе идут, там, против застройки, которые приходят на добрососедство, это какой-то один тип активиста такого, человека, которому неравнодушен к той территории, на которой он находится, либо это совершенно какие-то два разных темперамента, и там вообще нет пересечения, это, ну, прям две полярности, которые не пересекаются в нашу району. Вот вопрос, вот, скорее, к вашему ощущению, вот, к Юлиславу и вот к НПО. Окей, ну, ладно. Да, я скажу, что это действительно два разных типа, скорее. Ну, есть простой пример, вот, у местных жителей, которые живут рядом со стройкой, которые они категорически против, но они там, в общем, они живут, у них есть часто эта игра на WhatsApp, и когда активистка туда пишет, а кто пойдет со мной дежурить, то сразу все обсуждение прекращается на несколько часов. То есть, никто, никого нет, да. Это, например, прием, как надо освободить пляж. Конечно, значит, тонуть, пряжу пустей. Ну, вот, может быть. То есть, все эти ресурсы, если мы собираем людей по принципу «мы хотим пообщаться», то это будут в основном люди, которые хотят пообщаться. Если мы собираем тех, кто хочет, там, защитить парк, то это будут люди, которые хотят защитить парк, причем на живописной, например, там активисты распределены практически равномерно по всему району. То есть, мне, например, идти полчаса как бы до этого парка. То есть, в обычной жизни я туда не так часто пару раз в год как бы ходил, не очень удобно. Но у меня и в соседнем доме, и в другом соседнем доме тоже живут активисты. И прямо на Октябрьском поле, которое еще дальше от этого парка, и в Долгопрудном тоже есть активисты. То есть, тут, в первую очередь, вопрос ценностей и вопрос интересов людей. Вот. А вот соседи — это немножко все-таки другая тема, но, естественно, они пересекаются, и это полезно. Вот. Спасибо. В принципе, Ярослав ответил на этот вопрос. Я полностью согласен с Ярославом, что это совершенно две разные категории жителей. Но зачастую, в чем может происходить объявление, когда выходит какой-то новый человек, он посетит одну встречу, он посетит другую встречу, поймет, где ему комфортнее, и примкнет либо к тем, либо к тем, либо к другим. Но есть люди, которые совмещают в себе эти качества, и я не могу сказать, что их очень много. То есть, в какой-то момент вы неравнодушны к чему-то. Если происходит то, что это что-то хочет сломить, ну, наверняка вы не будете сидеть просто так. Но это не будет никак отрезать вас от вашего комфортного сообщества. Одна ремарка. Можно я позволю себе комментарий такой, как бы в продолжении, и некий вопрос, вам какая-то активность. У нас есть еще одна задача, поэтому давайте проверим. Да, можно тогда разделить на какие-то социальные категории, условно, эти эмбиральные. Вот тусовщики, бойцы, протестники и там еще какие-то, да, которые, в общем-то, четко разграничены. Я думаю, что это зависит от характера восстановления сообщества. Если мы говорим, например, о сообществе в Фейсбуке, то группа, которая изначально была построена на политическую борьбу, никогда не станет добрососедской. Вообще никогда. Вы можете даже не пробовать. Вот честно вам говорю. Если вы создаете это с нуля, с нуля работать легче. Подбирать свой контингент, прощупывать его на встречах, на каком-то общении, очном. Но если вы хотите работать уже с набранной аудиторией, вот вы зашли в какую-то аудиторию, вы не знаете, кто она, но у вас есть конкретный запрос. Будьте готовы к тому, что 98% это будет ваша неудача. Константин, умеешь ты сказать? Это интересная задача для кластеризации. Если практики говорят, что у них есть ощущение, сильное ощущение, что это разные типы людей, скорее всего это так. Но уверенность в том, что это жесткие два, что внутри нет каких-то подтипов, нет только перевешечек. Да, это просто перевешечек. Я в этом не уверен. Я не знаю. Можно ремарку, да? Опыт Рапарева Никулина очень богатый в плане активизма. На запись, на запись. Да. Опыт Рапарева Никулина очень богатый в плане активизма. У нас есть уфанист, известный на всю Москву. Приводит всю активность в премию. А вот, хочу сказать, что люди, которые организовывались против застройки, против пристройки в школе, они проиграли, свою компанию пристройку построили. Тем не менее, я бы не стала лишить ярлыки на людей, потому что личность настолько многогранная. И они потом организовали прекрасные прососедские мероприятия «Разборочка». Прекрасные праздники для ветеранов. Они разобрали пристройку? Нет, «Разборочка» — это ярмарка. Это ярмарка благохворительная такая. Пекут печеньки. То есть люди, которые ходили на митинг и кровь свою деляли, они пекут печеньки и угощают друг друга. То есть это их много. То есть не сказать, что это прям группа осталась вот жесткой такой. То есть все равно личность — это личность. И она многогранная. У нее есть много приложений своей активности. И добрых, и протестных, и разных-разных. И они приходят к нам на мероприятия подружить, пообщаться. Они приходят, да, на соседские встречи, где мы просто играем, на струнные игры. Для них это бесполезная потеря времени, может быть где-то. Но на какие-то вот большие, как День соседей, там еще какие-то праздники, они приходят и нормально, спокойно общаются. У нас свадьба была соседская на улице. То есть люди принесли столы, шампанское, фрукты. Вышел наш урбанист с женой с молодой. И мы прекрасно устроили вообще соседскую свадьбу на улице. Там были и протестные активисты, и нормальные... Телеф-салы, да? Нет, и все перемешивались, и все пели под гитару. И было очень здорово. То есть вот вешать ярлыки на людей — это все-таки не очень хорошо. Всем добра. Спасибо. У меня еще вот тоже... Я хотел бы тоже кратко ответить. Есть промежуточная форма, например, акции для разделения сбора отходов. Это что-то между активизмом и таким соседским действием, потому что очень простое, понятное. И люди могут участвовать. У меня еще четыре... Четыре вопроса. Так, просто я хочу, чтобы кратко, да, если можно... Мы постараемся кратко. Вообще, я слава. А, спасибо. Вот смотрите, во-первых, сталкивались ли вы с расколом инициативы группы? Да, это одна из главных проблем, и для этого я как раз говорил, что важно, чтобы вы все контролировали, потому что если у вас там на Фейсбуке, там ругают группу ВКонтакте, ну, в общем... В общем, это действительно очень важная проблема, это проблема демократии, что люди не умеют договариваться и так далее. Вот, да, понятно. Дальше такой вопрос. Если мы сталкиваемся с тем, что в наших постах, да, комментарии просто беспардонные такие, вот склоки, да, вот мы их, ну, в какой-то момент мы просто не выдержали, стали их там цензурить, да? Ну да. Вот, действительно цензурить, и они же в своих правильных группах нас жестко за это, как бы, вот, переваривали на косточку, да? Как бы, вот ваш опыт, как лучше представить? Ну, это скорее не опыт, а просто здравый смысл, надо просто, например, копировать это, то, что они писали, как бы, и если у кого-то будут претензии, то просто предъявлять, как бы, и действительно, ну... Копировать к себе погашек, когда не научил? Ну, копировать, скриншот, например, сделать, если кто-то пишет, вот вы такие цензоры, вы подошлите, вот посмотрите, что эти пишут там. Что вы писаете? Или, например, просто сделать правила в группе, но зачастую это так. Правила, мне кажется, хуже работают, потому что можно писать гадости, но при этом быть внутри правил. Это просто будет неприятно постоянно. Вот, то есть, мне кажется, что иногда лучше размежеваться, чем постоянно вносить конфликты между их. Вот, еще один вопрос по поводу национального горания, вот активистов, да? Вот, если можно, просто вкратце, да? Вот что-то вам предпринимается, там что-то у нас уже, ну, вы нам долго тоже, два месяца у нас там, некоторые люди уже, как, впадать из береги, вот. То есть, они стараются всем и всем помочь, а энергии много, но они всех могут, как бы, подстроить под эту волну, да? И случаются срывы, да? Вот есть ли у вас такое? Ну, национальное выгорание – это данность, да, и надо понимать, что часть активистов, они просто уйдут через какое-то время, потому что у них работа, семья, у них завалы по всему этому, естественно, поскольку они тратили время на это. Но при этом приходят новые активисты, что очень плюс, и надо немножко контролировать это национальное выгорание, то есть, чтобы это не, как бы, позорило вашу компанию, потому что, когда сумасшедшие активисты начинают, как бы, там, делать не очень адекватные вещи, то это некрасиво, как бы, ну, не красит вас в глазах других, вот. И надо просто давать людям отдохнуть, это лучше, чем что-то. Спасибо. А еще последний вопрос, четвертый. Просто, вот, да, как ваши успехи? Сейчас вы объясните, но ваше статье 19,8. Это сложный, огромный вопрос, как бы, у нас суд будет, Хорошевский районный суд, 17 мая в 14 часов, приходите, приходите. Вот, ну, дом, например, на 5 этажей построили. Вот, то есть, предсказать что-то практически невозможно, но не могу сказать, как успехи. Ну, этажей уже построили? Да, 5 этажей. Ах, ну, ладно, если кратко, как так. Ярослав, у меня продолжение об этом вопросе про эмоциональное вгорание, в том деле. Я не зря про хандрайдинг упоминал, потому что, по моему личному опыту участия в различных активистских проектах и компаниях, история, которая держится на волонтерах, она, как бы, идти на работу какое-то время, довольно безумно неустойчивая. Потому что, ну, люди устают, и вообще люди к своему, так сказать, активистскому делу, когда они волонтеры, они относятся ими неответственно, чем они держат за это деньги и имеют какой-то, ну, контракт, условно говоря, с темой, где они взаимодействуют. Вот, вот, как, по-вашему, это действительно так работает? Ну, то есть, действительно, это неустойчивая схема и организационная и так далее, чем, если бы это происходило за деньги. Ну, то есть, вот просто людям, тем же, что мы волонтерам, платили бы просто зарплату, как это было, как это было, как это было, как это было. Вот, вот, есть ли какое-то различие между теми? Нет, безусловно, это огромное различие между предвыборной компанией. Предвыборная компания – это тоже технология, четко сформулированная, так сказать, фандрайзинг очень важен. У нас, то есть, нет такого запроса, но вы понимаете, как бы, что это все, как бы, делается ради жителей. И если жители не хотят, волонтеры не хотят ничего делать, то спрашиваются, ну, если вам это нужно одному, не, ну, теоретически вы можете кого-то нанять, но я скажу, что люди, которые на зарплате, если даже представить это как-то, то это зависит от человека. Если человек честный, то он как волонтер сделает. Если человек нечестный, то он зарплатит, он тоже будет что-то такое делать, но это зависит от деятельности, как бы. Можете привести все-таки пример, помимо, вот, компании избирательной, когда кому-то платили? Компании городских проектов. А, городских проектов. Ну, я, к сожалению, не очень знаю, поэтому, может быть, вы сами можете... А, ну, это организация, это, скорее, НКО, как бы. Ну, да, есть такой формат работы. НКО, они, как правило, профессиональность, собирают деньги, но тут тоже, как бы, у многих НКО это не получается. Сильнейшие российские НКО, вроде Кринпис, например, у них все равно большинство финансирования, она из-за рубежа, потому что местные жители, они не очень, как бы, поддерживают, не очень, как бы, любят жертвовать. Ну, то есть, фандрайзинг – это отдельная большая проблема, да, другая культура. Вот, активизм – это вот такое чуть менее профессиональное, чем профессиональное. Можете сказать про то, стоит ли двигаться в этом направлении, да, и просто сейчас пока не получается. Или это в целом не так важно для поведения компаний активистских? Ну, вот, компании, компании, все-таки, если они важны многим людям, то это именно такие большие движения, скорее, чем организации. Вот, но из инициативной группы, из движений можно двигаться или в политику, например, или в НКО, или хоть в СМИ, например, или хоть как угодно. В общем, разные направления, но, на мой взгляд, политика сейчас немножко больше работает, потому что решаются многие вещи, больше влияние имеют политики, чем НКО, к сожалению. А в Америке, например, НКО очень сильнее. У меня вот комментарии, вот, я не знаю. Может, мне очень нравился вот предыдущий вопрос про эмоциональное сгорание, вот вопрос денег, мне кажется, это вот укладывается в такую метафору, что у нас пока что активизм больше напоминает спринт, а должен постепенно трансформироваться в нечто, что больше походит на марафон. То есть на нечто что-то рутинное, спланированное, равномерное, да? И я сразу вот до того, как был вопрос озвучен, стал задумываться, а что же вот может трансформировать вот этот вот активизм, который наплывом эмоционально делается, естественно, это не может делаться на постоянной основе, в лучшем случае, волнообразно. И вот деньги, это, наверное, один из таких инструментов, да, превращения в некую работу, в контрактную, предсказуемую деятельность. Вот. Вопрос, наверное, заключается в том, какие еще могут быть инструменты, которые бы превратили городской активизм в нечто рутинное, да, в повседневное. И, наверное, вопрос к ребятам, да, что, на их взгляд, их делает вот такими вот неубиваемыми, рутинными бойцами, да, вот если у вас какие-то способы, да, вот пришел вечером, разгрузился, да, там, в общем, что вас поддерживает, какие у вас есть механизмы? Спасибо за вопрос, да, но, знаете, я даже не задумывался над этим, просто есть энергия, мы этим занимаемся, есть внутренне, есть... Тогда я передаю слово. Нет, на самом деле, невозможно сказать, что тебя ничего не мотивирует, когда ты приходишь на встречу с сообществом, с своим соседским центром, с этими людьми, с которыми ты можешь общаться не так часто, их может быть даже меньше, чем вас. Но приятно то, что они приходят, и приятно их внимание. Приятно то, что мы делаем что-то нужное, даже если их больше, там, двух, там, трех, четырех человек, сотрудников той же библиотеки, мы можем обсуждать важный момент не только для нас, да, то есть ощущение, что это не только нам нужно, соучастие и слов вот этого недоверия. То есть вы можете прийти с абсолютно вопросом, который мы сегодня не обсуждаем, или мы не занимаемся сегодня на мероприятии именно той активностью, которую вы хотели. Но мы это будем делать, потому что люди пришли с запросом. Чтобы человек, житель большого мегаполиса, пришел с конкретно сформулированным запросом, ну, я считаю, что это многого стоит. Человек открывается перед вами, с ним и нужно работать. Я не могу сказать, что это работа, там, за деньги, стимулируя еще что-то. Это в большинстве случаев вклад, ну, условно финансовый, там, нас двоих, или актива какого-то, но в виде людей, которым это нужно, кроме нас, и их благодарность за то, что мы это делаем, и то, что мы условно организовываем их и собираем вместе, это не может не мотивировать. Лично меня, по крайней мере. Можно очень кратко важную вещь вспомнить? Вот работа со СМИ, как бы, она очень важна для узнаваемости вашей имиджа, и это позволит дальнейшему проводить фандрайзинг, и так же, как и все ресурсы, которые вы нарабатываете. Вот, и надо про это тоже не забывать, и, как бы, ну, чтобы вас тоже больше знали лично, не только вашу компанию. И инфопартнерскую развивать обязательно. Если есть какой-то проект, который, если есть какой-то проект, который схож бы вашей тематике, например, соседний район или еще что-то, вы можете сделать инфопартнерскую. Вы освещаете их моменты, они освещают ваши моменты. У вас разная целевая аудитория, но и о них, и о вас узнает гораздо больше людей. Все это общепринятый элемент партнерства. Он не требует каких-то финансовых вложений. Но это работает как сарафанное радио. У нас финальный вопрос. А можно я... Вопрос. Ну, пожалуйста, я реман. Да, просто реман, потому что это кого-то вдохновит. Я сама не так давно приехала из Санкт-Петербурга, и вот там вот есть, ну, не знаю, не знаю, как компания, да, отдельный сбор мусора. Я туда привозила два с половиной года подряд этот мусор. Поэтому это то, что называется гробской рутиной. И там, наверное, все эти моменты совместились. В плане того, что в соцсетях регулярно говорят, что нам нужны активисты на разбор мусора на такую-то площадку, на такую-то площадку. То есть даже за два с половиной года там не сформировалось, например, там 30 активистов, которые два с половиной года каждый там месяц что-то делают. То есть все равно это какой-то поток народа. И еще вторая вещь там очень хорошая, вот по вашей актеме, там мне очень нравится, у них появилась такая тема обсуждения, кто поможет довезти мусор. То есть, например, у меня машина есть, да, и я живу вот в этом доме. А кто-то живет в соседнем доме, у кого машины нет. И мы таким образом объединяемся, помогаем друг другу. То есть вот такой классный опыт. И у кого они нет, того я не знаю. То, что у них меняются вот эти волонтеры, и то, что вот еще вот такой сосед, это я лично сама не бы дала вот так. Спасибо большое. И так все-таки, романзаврите политические социальные технологии, я задам такой вопрос. Скажите, какая ваша одна из любимых технологий, либо инструментов, которые вы чувствуете, что она приноносит самую большую эффективность, когда вы организуете сообщество, либо когда исследуете какое-то сообщество? Это может быть карты, там, Facebook, чат, Telegram. То есть, что для вас сейчас самый эффективный инструмент? На мой взгляд, одним из самых эффективных инструментов является возможность дать людям, которые пришли, возможность самим что-то сделать, помочь, подсказать. Что касается технологий, опять же, тут можно вести дискуссию, потому что кто есть в социальных сетях, для тех именно технологии социальных сетей важны. для кого-то мы собираем путем... Да, оффлайн. Вот. Поэтому тут... У нас больше развит Facebook, сообщество в Facebook, и если мы исследуем какую-то новую часть нашего вернакулярного района, новых соседей, новые дома, то это карты. Либо статистика официальная, если мы хотим узнать, сколько соседей живет, либо сколько людей живет, где способны в возрасте, или еще какие-то критерии, мы используем статистику карты, накладываем это на карту Facebook, и если нам нужно найти аудиторию, мы смотрим там. Спасибо. Ирина Слав и Костя. У меня чуть более осознанный ответ, но моя любимая технология это оффлайн, потому что общественная деятельность это социальная активность и коммуникация от человека к человеку, и гораздо приятнее и меньше конфликтов, когда мы просто видим и можем друг другу сказать что-то. Потому что тексты, они немножко более грубые и так далее, там меньше деталей, и человек может обидеться на пустом месте, например. Не знаю. Соответственно, далее технология, мне очень нравится электронная почта, потому что она очень простая, я очень часто делаю рассылки по СМИ, как бы, ну, из современных. Мне больше всего нравится Телеграм, потому что там нажал кнопку форвард и сразу высылал в тот чат, в другой. Это очень просто и удобно. На Фейсбуке надо еще писать там заголовок, перепост туда, а Телеграм просто мне очень нравится. Можно с компьютера тоже переписать, не только с телефона набирать, так было бы слишком сложно. Но насчет сообщества, на Фейсбуке фейсбучные сообщества, на ВКонтакте вконтактные, на Телеграме своих, везде свои сообщества на самом деле, и какого-то истинга на самом деле скорее нет, чем есть. Вот, и все. Спасибо. Спасибо. И Костя? Ну, я бы, наверное, начал знакомство с территорией, с каких-то сервисов, которые используют геометки. То есть я бы посмотрел, что тут кто выкладывает, что пишут про эту территорию. Вот. А вторая технология называется «Заведи собаку». Лично мою интеграцию в район обеспечивает именно этот фактор. Вот. И мне очень, например, понравился, ну, комментарий, рассуждений по поводу соседей, да, и страха от встречи, столкновений с соседями. Я вот это называю тамбурные разговоры. Вот. По сути, то, чем вы пытаетесь заниматься, это воскресить давно умерший формат взаимодействия, а именно городские праздники. Потому что если в ней будет городских праздников, то у нас, собственно, беднеет репертуар возможностей, в которые мы можем попадать с соседями. Какие у нас есть на данный момент, да? Я придержал дверь в тамбуре, да? Я простоял, промолчал с ним в лифте, да? Потом случайно столкнулся с ним вот в ЭПЛ. Ну, очень, да, это сплошная просто сеть неловкостей, да? И, как бы, все это понимают, всех это бесит. И при этом у нас сохраняется такое вот ощущение, что этот человек ничего не может мне дать. В то время, как, на самом деле, да, вот в моем доме, там, и в моем районе, скорее всего, проживают те люди, у которых есть все, что нужно для меня. То есть все, что могло бы меня заинтересовать, привлечь, дать мне возможность что-то узнать новое и так далее. Вот, и поэтому, например, собачьи разговоры, да, собачья площадка, это нечто, что очень сильно вскрывает, да? Это вот как раз-таки вынуждает меня присутствовать с теми людьми, с которыми я бы, ну, то есть я не знаю, есть ли у них высшее образование, да? Там пьют они и курят, скорее всего, тоже все делают. Но они затрагивают те темы, которые я вот... Нет, не всегда. То есть я узнаю там про передачу сваха, какие вещи, но, на мой взгляд, это не просто социологический мазохизм, да, сталкиваться с неизвестным, но это то, что говорит о территории, наверное, больше иногда. Вот. Спасибо большое всем. На этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш мир приятел. Спасибо большое партнеру нашему Чабалай за прямую трансляцию. Спасибо большое всем спикерам, что пришли и так интересно все рассказали. Спасибо вам большое за вопросы. В презентации все будут выложены открытый доступ, и всем, кто регистрировался на сайте, это будет высвана по почте завтра. Вот. И также будет готов текстовый релиз с более-менее подробного описания того, что у нас было. Вот. Я прошу прощения, что мы сдержались немножко минут на 15-20 от обещанного, но я надеюсь, что это было очень интересно и продуктивно. Спасибо. 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 Спасибо.